Всем привет! Это четвертый выпуск ПНХ-шоу. Надеюсь, вы от нас не устали, от наших невероятных искрометных историй и шуток. Я сейчас всем покажу, что на этом айпаде... Смотри, посмотрите, что творит этот вратарь. Опа! Тут еще тройного тулупа не хватает, либо каскада ешь. Ну, это такая ситуация, мы проиграли эту игру, видно, по счету проигрывали, а во время игры накалилось, он мне что-то показывал там, я ему предложил еще словами... А ты до этого Витязи играл, да? Нет, я после этого, после этого его убрали и меня подписали. Тренера Витязи увидели, как он бежит, ну, нам такой хоккей... Он хорошо катается. Тренер был Назаров. Назаров, да. Такое чувство, что ты ему говоришь, да ладно, я так попрекалываться выскочил для шоу. Меня даже из игры не выгнали. Я, в принципе, что ты сделал-то, ну, пробежался вокруг площадок озера. Там за красную что-то перебегает. Нет, ну, самый крутой... А когда после него приняли этот правил? Самый крутой момент... Самый крутой момент из этого видео, как Ёж делает вот этот вот разворот. Нет, ну это вообще чутко. Просто чутко. А вот тут ты чихнул, как будто на него. Видел два раза? Он шлем одел, просто. Ты видел? И вообще... Нет, я ему предложил драться. Потом счет был 3-0. И я ему говорю, давай. До этого был момент. И он просто крагу снял и мне показывает. Три или два, ноль, что-то. Ноль. Унижение. Это унижение. Да, и мы забиваем. Вот остается там пару секунд. Мы забили гол. Я думаю, ну, уже не сухарь, уже можно. Я ему опять вот так показываю. Он мне вот так типа, иди отсюда. А во время игры типа, tough guy balls. И после рукопожатия мы разворачиваемся. Я думаю, сейчас опять к нему подъеду. А я смотрю, он к стеклу подъезжает. И дочки, поцелуйчики. У него маленькая девочка. Я думаю, блин, так стыдно стало. Думаю, ладно, надо забывать. В Тольятти приехали. Сейчас Виктор Николаевич. Я помню, он зашел в раздевалку, разделся. Там просто вот такая грудная клетка, ручище. На голову выше меня. 8 кубов на лед вышел. По тем правилам, когда вот это вот, знаешь? На вилы. На вилы. Я не знаю, там пиджаки, броски с прогибом. Он троих на себе возил. У нас еще вот это излюбленное упражнение, когда в угол забрасывают. Вот как у нас сейчас. Мы же гладиаторы гладим наших нападающих. А там нужно было прям вот так сзади подъезжаешь. В другой хоккей был. Горох. Да, да, да. И Николаевич просто такой зверь был. Присаживайтесь. Местечко есть. Мы подвинемся. В следующий выпуск готовьтесь, Виктор Николаевич. Я приехал в СКА на просмотр. В принципе, как приехал, я 13 лет не был в России. Меня батя так испугал. Посадил сначала. Часа два мне говорил, что там делать, не делать. В России там черные куртки видишь, улицу переходи. В ресторане сидишь, кто тебя посмотрит, уходи из ресторана. Кошелек, рука на кошельке в метро постоянно. Вот так. Либо в трусы за шеей, да? Я приехал в Питер вот с вот такими зрачками. И жду. Меня кто-то встречал. В аэропорту приходит мужичок. У него рубашечка расстегнута вот так. Цепочка висит. И я заулом клюшки, клюшка и чемодан. И он такой Ежов. Я говорю, да, за мной. Я за ним. Бегу во мне клюшку, ничего не помогает. Я бегу, потный, из Канады прилетел. В машину посадили в минивэн и поехали. Красный свет проезжаем, нас тормозят. Офицер подходит ему и мент. И он в него просто достает карточку и кидает карточку водителя. Показывает карточку и тот говорит, все, езжайте дальше. Все предсказания отца как будто взбываются, да? Об этом он тебе не говорил, но это так работает, да? И вот привез на базу, армейская такая база. Там комната, вот так две стенки, можно руками тронуть. Две кровати. Ты спишь и чувствуешь, что там и дышит кто-то на тебя. И там горячей воды не было, ни телевизора, ничего. И вот такая комнатка. И я захожу туда, там еще игрочок был молодой. Он развесил шнурки и типа белье сушил. Я захожу, сажусь на кровать, вот там 13 лет не был в России. У тебя вот тут перед лицом трусы его висят, да? Он вот так сидит передо мной. Он не висит, а он вот так сидит, да? А трусы между ними? Плохо постираны. И он мне говорит, ты откуда приехал? Я такой, я из Монреаля. У нас выезд был вышкой. Мы поехали 28 часов в Оренбург на поезде. А, на поезде? Из Питера в Оренбург? Да, на поезде. Турнир. И у меня купе был, кстати, веселый. Сопен, Леха Солодуха и Пахом. Ооо, ты прям куда надо, куда надо попал. Да, у меня веселая такая. И мы сидим, чаек пьем, и вдруг что-то, крики какие-то в соседней купе. Мы голову высовываем, а там ребята буянили, что-то шторку какую-то забрали, сняли. И следующая остановка, и там просто с пистолетом, ну, полиция просто заходит нам. И мы слышим, он орет, руки не вижу, руки не вижу. Я голову высовываю, а там вот так со стволом в купе. Мы раз закрыли, купе быстренько. Вот и продолжим. Слушай, ну это вы еще в купе ехали, блин. А в плацкарте? В плацкарте? Ты ездил в плацкарте? В плацкарте лучше стоящие? Нет, плацкарт это когда открытое купе, в купе у тебя дверь закрывается. А плацкарт там нету двери в принципе, и напротив тебя еще две койки боковые. Да, в принципе, ты когда по этому проходу идешь, ты вот тебе вот так вот по лицу ногами бьешь. Нет, ты в туалет пошел, а и кому-то об ноги головой. Не, ну плацкарта что, в детстве столько этих плацкартов проехали, ё-моё блин. А ты помнишь, что в поездах всегда присутствует свой аромат какой-то? Ну конечно. В поездах вот есть свой шарм вот такой. Сейчас уже нету. Что нету? Есть, парни. Сейчас поезда хорошие. Сейчас хороший, но шарм все равно. Я вот маму провожал недавно. Не, ну а у них же есть еще старые поезда до сих пор, которые ходят. Есть, да. А мама тоже вот сейчас ехала. А есть новые, там новые вообще шикарные. Мы вот до Сочи ехали с Москвой, вообще классно было. Вы, наверное, в СВ ехали? Нет. Как люди, которые себе уже могут позволить, да? Нет, ну в купе ехали. Ну все купе взяли, соответственно. Ну у нас было там человек десять. А, ну... У нас три купе, четыре там. А, я думал, купе взяли, десять человек там. В одном сэкономили. Нет, нормально было. Ёжик, ну вот эти вот воспоминания, когда ты попадаешь в первую команду. Вот у нас все равно как-то пацаны, знаешь, так... Я помню, когда я заходил в раздевалку, так вот... Тихо, незаметно. Боишься там кого-то что-то спросить. А тем более у тебя-то там кто были? Кто хоккеист тогда был? Блин, там составчик серьезный был. Там Яшин, Сушинский, Роберт Эш, Зубов, Каспарайтис, Зюзин. Да, прилично. Ну, я приехал с другого мира, я зашел в раздевалку, со всеми первый день поздоровался. А на второй день зашел такой, сажусь на место и руку так понял, доброе утро всем. Всем общий, да? И мне сразу с угла, ты молодой, давай руки жми. Я говорю, так я вчера жал, меня давай жми. Это ты, считай, на год вперед уже, да, пожал? Да. До отпуска и после отпуска можно тогда уже следующее разжать. Да, но там составчик такой, я помню, в туалетах тоже сишки. Сергей Зубов и Зюзи, я захожу в душ, а они на меня орут что-то. Дверь закрой-то за собой. Я закрываю, там туман просто вот это. Что, нагетики? Ты что-то слушай, я неправильно замотал. Пилите, ну. Кстати, это вот, это знаешь что? Это вот коньки, Харти после себя оставил, конечно, голые передачи, ну и коньки еще оставил. Тебе. Блин. Но на самом деле он их забыл забрать, но... И ты их забрал. Тему. Эй, Харти. А, ты же финн у нас точно. У меня история была, первый турнир, соска, поехали. Я жил в номере с Рычаговым. Андрей Рычагов. Да, я короче собрался, привык на каждую игру, там надо костюм, галстук. Но я в Финляндии в июле костюм с собой взял, игра предсезонная. Я второй вратарь, меня на каждую игру переодевали, как вторым. Я просто одеваю, а он не играет, я одеваю костюм в туалете, галстучек, все. Выхожу, и он просто вот так встает с кровати на меня смотрит. Говорит, ты что делаешь? Я говорю, на игру. Он просто в шоке говорит, нет, снимай. А я думаю, он надо мной прикалывается. Я говорю, да нет, не сниму, мы же на игру идем. И в итоге он говорит, нет, нет, снимай все там шорты в шлепках. Я ему не верю, думаю, он... Так в итоге ты снял? Я снял, и вот так, знаешь, иду, смотрю, и реально все в шортах думаю, блин, спасибо, Рыча. У меня на этой же предсезонке, первый завтрак, я захожу в безрукавке, и мне жена подарила майку с 33 номером. У меня 33-й раньше был. А сейчас ты какой? Сейчас 50-й. На ум не отдал мне. Я ему просил, предлагал, он говорит, нет. Ну ничего, другая история. И я захожу, и у меня русский плохой, и слух у меня еще плохой. У меня правое плохое ухо. И я, короче, подхожу, прохожу столик ветеранов, а там Сушинский сидит. И он такой, мне что-то говорит, и я просто слышу майка и типа номер. Я думаю, я к нему поворачиваюсь, говорю, блин, извини, я знал, что на завтрак надо с рукавами одеть майку. Он на меня смотрит, говорит, чего? Я говорю, ну я завтра, я с рукавом, я сейчас позавтракаю и завтра с рукавами приду. Он говорит, да не, мой номер ты одел. Я говорю, какой номер? Он говорит, 33-й, это мой номер. А я же не знал русский хоккей еще. Я говорю, как у тебя вратарский номер? Там весь стол просто захлёбнул и смеется. Он говорит, какой мой номер? Я говорю, что у тебя? Это Патрик Руа, 33-й номер. Вратарский, что там у тебя? А он только чемпионат мира выиграл вот это. В Кривейке они. Потом узнал, что легенда такая. Это у вратаря, я говорю, второй номер, то есть он у второго вратаря обычно. Второй. Он первый номер, правильно, вратарь всегда? А вот второй номер кто берет? Нет. Какой? Тридцатый. Какой двадцатый, как у 3ТК, помнишь раньше? Раньше выдавали мэйки, до двадцатого номера все больше не было. Да, да, да. Мне, кстати, первый раз я в сборную поехал, мне дали двадцатый номер. А там говорят двадцатый. Это конечный. У меня история была, короче, первый раз за первую команду поехали, короче, в Швейцарию. Я, короче, прохожу, отдаю паспорт в паспортный контроль уже на таможне. Вот, у меня кепка, и мне женщина говорит, типа, куда едете? Вот, а мне не слышно ничего. И мне, кажется, такое, кажется, сними кепку. Я думаю, это как бы сам догадываюсь, там, догоняю. Я такую кепку снимаю, раз, за спину. Она мне опять, куда едете? Не слышится, ну, что с прической? Я такой, нормально все, типа, а вот кепку за спину держу. Она мне опять, она уже угорает сидит. Эти сзади там стоят, там, курбат, курьян. Они слышат, да? Они все слышат и тоже уже ржут. Она мне потом третий раз говорит, куда едете? А мне слышат, что за спиной? Я такой, а-а-а, кепка. И все, да куда ты едешь? Сзади там, да, типа, ты че? Я такой, а-а-а, в Швейцарию пойду. Еще когда Кунь-Лун играл в Шанхае. Мы туда летали на игры. Мы прилетаем в Шанхай. А там же рейс как-то построен так, что ты вечером не можешь прилететь. Ну, ладно, не в этом суть. Получается так, что мы прилетаем то ли из Хабарска, то ли из Владивостока. А у Юни нет визы въездной туда, в Шанхай. А мы, считай, там день и на второй. Прикинь, Юня просто остается в аэропорту. Два дня. Смотрели этот фильм? Терминал. Да, да. Он же улетел. Вот Леонидович рассказал мне два дня назад. Он сказал, что он полетел в Москву и оттуда. Они из Москвы прилетели в Шанхай. Да, из Москвы в Шанхай. Он полетел в Москву обратно и потом полетел от Москвы в Хабаровск. У него перелетов там сумасшествие было. Там какая-то история была, значит, это не с Юни, а с Дэном Кокаревым была. Значит, это не Юни был. Кто-то остался там и два дня нас ждал вот в этой транзитной зоне, потому что он находился и не в Шанхае, и не в Китае, и не в России, в принципе. И мы вот там день, пока мы готовимся, на следующий день, пока мы играем в хоккей, только после этого он, знаешь, как обезьянка, которую выпустили из этого хабаровка, держится за это. Я жёстко. Так просидеть, конечно, неприятно, мне кажется. Я также забывал, я забыл один раз канадский паспорт, полетели в Ригу и прилетаем, и вот на контроле там уже приземлились. Я даю загран, а у меня нет шенгена, я по-канадскому без шенгена в Европу. И просто даю, а у меня там нет печати, и мне говорят, отойдите, пожалуйста, вся команда проходит и мне говорит, нет. И всё, я остался тоже 20 с чем-то часов, ждал. Якупов привёз мой паспорт канадский. Якуп приходит, и он с кем-то едет. Я думал, он с судьёй, который будет нашу игру на следующий день судить. Я как-то поздоровался, что-то смотрю, знакомое лицо. Он говорит, поехали вместе в такси. Меня сзади посадил, я думал, судьёй. Ну вот, и он такой на меня смотрит и говорит, только не говори никому завтра. Это сюрприз, типа, будет команде. Я не понимаю его так, что-то с разговорами. Это новый главный тренер Буцаев со мной рядом. Никому не говори, сюрприз будет. У меня знаешь какой прикольный Новый год был, который я отмечал не с родителями, а с пацанами. Мы пошли куда-то на ёлку, познакомились там с девчонками. Эти девчонки говорят, а пошлите к нам отмечать. Это те девчонки, которые ты в школе удрался? Какие-то другие совершенно. Они приглашают нас к себе отмечать. Ну ты понимаешь, что когда девчонка приглашает к себе, ты уже так ручонки потираешь свои 14-15-летние. Вот, и мы заходим, а там туса. Там просто много очень пацанов. Один такой пацан выходит и говорит, это моя девушка. Я соответственно говорю, да типа... Но ты же не разговариваешь. В смысле? Ну, как в таких конфликтах. Ты сразу бьёшь, 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 бьёшь. Со мной, соответственно, тоже друг был. И что-то слово за слово и как раз моему другу втаскивают. Потому что он как-то меня поддержал. Вот как ты говоришь, что нужно было сразу втаскивать. И вот из этой квартиры вываливается человек пять. И вот мы стоим вот так окружены. Ну а дать должны этой девчонке? Она берёт меня за руку, его за руку, выводит на улицу. Эта компания вываливается на улицу. Я понимаю, что тут бесполезно разговаривать. Отбегаю, кричу опять, идите вы все. Там уже, я так понимаю, что из квартиры понимают, что что-то неладно. Ещё пару человек вываливается. Итого их семь. А я так немножко отбежал на расстояние. И вот эта вся банда срывается за нами. И мы бежим, наверное... У нас там по кварталам вот так всё разбито. Но, наверное, метров восемьсот мы просто бежим. Сначала со всех ног, просто чтобы не получить... Вот такой запоминающийся Новый год был. Но самое главное, что не получил. Я справлял один раз в Омске. Кафе «Подвальчик» называется. Классное название. Романтическое. Для Нового года. Да, да. Там реально, знаешь, там стояли игровые автоматы, бильярдные и клуб. Всё в одном заведении. Все удовольствия в одном месте, да? Да. Ну и, естественно, контингент такой... Ну, как нормальный. Я же в него входил. Ха-ха-ха-ха. В этот контингент. Ну, как-то всё весело было, я тебе так скажу. Вообще нормально. Там веселуха была вообще просто, мне. Хорошая. Вот. На столах стоял... Компот? Компот. Белый. Газированный. То есть вы играли в монополию. И немал с сахаром. Ха-ха-ха. Тимыч, монополия, шарады, вот это всё, да? Да там... Настольных игр немал. Ежик, ты как Новый год? Да, у меня... 19 лет в браке, о чём ты? У него всё спокойно. Не, ну, по-домашнему... У меня 19 в браке, мне кажется, Новый год у меня 15 без жены. А в Канаде я в России. А, да. Я везде так-то. У меня один Новый год был, кстати. Я когда в Тольятти играл, меня в аренду отдали. Планировали Новый год в Тольятти. Со всеми там заплатил уже. Игра была в Братиславе. Выиграли. Перелетели в Тольятти. И мне в самолёте звонок. И думал менеджер сначала. Сказал, а там Бурдас. Он говорит, ты на ужин новогодний один или с кем-то? Я говорю, я один. Я говорю, а подожди, подожди. Он говорит, так тебя обратно обменяли. Он сказал, да ладно. Я думал, он прикалывался. И просто мне сразу менеджер звонит после Бурдаса. Говорит, всё, собирай вещи. Мы летим в Братиславу. Летим в Братиславу. Прилетай завтра в Братиславу. И я просто домой вещи собрал. Оставил половину. И полетел обратно в Братиславу. И там пару дней прошло. И потом в Питере корпоратив. И круто было там эти руки вверх. Руки вверх вообще. А меня всегда сажаются с иностранцами. Я как переводчик. Ну как и здесь. Весёлый. И я им переводил, переводил. Потом ладно, пойдёмте танцевать, танцуем. А там руки вверх прям с нами. И они его раз. И они мне кричат. Кто это? Кто это? И я что-то пытаюсь. Это самое популярное. Потом это. И не знаю, как объяснить. Потом такой. Это бастрит бой с Россией. И они такие, ааа, да. И вот. Но там СКА, кстати, всегда весёлые корпоративы были. Магнитки тоже руки вверх были. Руки вверх, Иванушки. Вот. Вообще. Круто. Хороший Новый год. И у нас также в Ярике были руки вверх Иванушки. И эти ещё. У нас Света было. У нас Крайнова было. Знаешь, Света? Пацаны. А? Хорошо зарабатываете. Хорошо. Нет, я не платил ни разу. Как Газпрому. Было бы вообще странно, Паш, если бы ты где-то заплатил. Я думал молодой был, а нас не собирали. Ну ё-моё. Но ты очень хотел сдать. Но ты очень хотел сдать. А сейчас я с молодых трясу. Сейчас я не хочу сдавать. Ну без подарков от меня дышат. Ой. Молодцы. Перфекто, пор-фаворо. Я думаю... Жанна, у меня есть устройство. Адьёс. Амигос. А где моя кофта? А у тебя там молодец. Ёж, ну чё, шлем? У тебя есть? Я его одевал. Какие номерочки? Нет, натуральные. Натуральные. Вот так прикольно. Это не ёж был, если что? На самом деле, ёжик, мы тебя не раскрыли. На пятую. На пятую часть. Можно, кстати, ежа оставить и кого-то там взять. Вместо меня ежа оставить? goddess певит. Натуральные.